друзья всем привет слушайте ну вот у меня несколько зрителей просили показать эту акустику и в общем то вот я увидел объяву они продаются за вполне съедобную цену и решил что почему бы нет почему бы не показать что же это за акустика это колонки yamaha ns 125 f значит фронтальная акустика из комплекта для домашнего кинотеатра вот но конкретно мой экземпляр видно что он крашеный самодельно кем-то крашеный то есть в оригинале они должны быть вот такого серебристого цвета но кто-то под себя подкрасил коричневый цвет причем как бы да скажем здесь видно что этот серебристый цвет но если поставить решетку спереди то в общем-то этого скажем так дефекта будет не видно то есть вполне такой съедобный вариант что же представляет из себя эта акустика значит друзья как всегда значит сопротивление 6 ом слушайте ну ямаха просто на 6 омах как сказать вот зациклилась практически вся акустика у ямахи 6 омны вот сколько у меня модели не было не знаю на подавляющее большинство 6 ом я даже не вспомним были ли была ли у них акустика например сопротивление 4 или 8 ом значит номинальная мощность 120 ватт извините 40 ватт максимальная мощность 120 ватт частотный диапазон 60 герц до 35 килогерц значит весит одна колонка около 8 килограмм слушайте но достаточно плотненько они так стоят на своих ножках то есть ну конечно если кот сверху запрыгнет может колонка и рухнет но в целом как бы достаточно уверенно они стоят вот есть один параметр который как бы немножко слабоватый это собственно грех не чуйка то есть чуйка у этих колонок 86 децибел но я скажу для домашних условий вот мне вот здесь в этом помещении их не мощность за глаза то есть вполне хватает вот и честно говоря даже вот сюда но поставил к телевизору и особо даже не хочет дополнять самым или чем-то потому что вот там за дверью находится спальня например ребенок укладывается спать то по крайней мере нету вот этого такого тяжелого пробивного баса вот то есть по сути как бы это акустика на мой вкус дает вполне зачетный звук причем в том числе и в плане баса для обычных домашних условий и если не хочется соседи давить каким-то глубоким басом но при этом вполне хочется его так сказать слышать значит играть все это дело будет на китайском усилке фоси аудио bt 10 а значит выходная мощность 2 по 50 ватт на 4 ом ах вот так что в принципе этот усилок вполне подходит к этой акустике но честно говоря я бы даже сказал что на самом-то дерево может быть если не вдаваться в цифры указаны то он сам мне даже кажется что этот усилочек будет помощнее этих колонок вот и что еще и есть еще такой нюанс как бы друзья у меня здесь помещение достаточно такое акустически не очень хорошие вот так что имейте ввиду здесь буквально смещение там допустим на 30 сантиметров в каких-то точках прослушки может давать гул значит сам например когда я сижу смотрю какой фильм то я сижу вот где-то здесь например на диване вот в этом месте звук отличный как бы то есть но стоит голову немножко сдвинуть чуть дальше или придвинуться ближе к столу и тогда уже но происходит некоторые изменения звука то есть для данного помещения конкретно в точке прослушки звук вполне даже хороший вот ну а теперь собственно говоря давайте друзья слушайте сами смотрите сами делайте выводы сами будем слушать разную музыку поехали и слушаем мы друзья без всяких накруток как говорится эзит погнали как и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Очень сильно влияет на бас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажу, друзья, вам решает самим Но лично мой вкус мне нравится То есть дешевая При этом мощности для домашнего использования достаточно Но недостаточно для того, чтобы глушить соседей То есть в принципе запаса мощности хватит и для фильмов, и для музыки Если вы не любитель под 100 грамм, так сказать, капитально навалить и устроить дискотеку Для любителей дискотеки, конечно, эта акустика не подходит Но для обычного рядового слушателя вполне Звук, на мой вкус, достаточно приятный Мягкий Причем баса, кстати, мне даже их не бас нравится Потому что он как бы Знаете, иногда хочется такого сочного смачного баса, допустим Это не про эту акустику Но, скажем, слушательную постоянку И так, чтобы не давило на уши, не напрягало То вот как раз-таки вот этот бас, который у этой Yamaha Как заявлено, нижний порог с 60 Гц И думаю, что вполне они где-то эти самые 60 Гц отыгрывают И бас именно такой, знаете, не наваливающий, не давящий А такой спокойненький Хотя, например, если попадается какая-то композиция У которой в самой композиции бас такой сочный Смачный, очень глубокий То тогда немножко эта акустика Она не справляется с этим басом То есть звук получается немножко такой Вот на этих глубоких, сочных, смачных ударах Бас, наоборот, получается такой немножко Подпердывающий в силу того, что вот Акустика глубоко не копает Но это, друзья, на отдельных композициях Вот Мне, например, вот здесь около телека Для такой спокойной прослушки Чтобы не беспокоить соседей, так сказать, за дверью Да даже, в принципе, включить музыку И походить там по другим комнатам, заниматься своими делами И музыка будет в прилично слышном диапазоне Вполне хватает Вот, ну все, собственно говоря А вы, друзья, пишите свои комментарии Кому есть что сказать Значит, напомню, у меня просили Показать эту акустику Увидел ее в объяве И подумал А почему бы и нет Возьму Пускай люди послушают Все, друзья Понравился видосе Ставим лайк Кто не подписался Подписываемся И будем смотреть еще много разного Все Всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!